Давайте помолимся сегодня. И мы ранее уже молились, и у нас было замечательное поклонение и слово, также слово от пастора. Наша победа во Христе. Господь Иисус, мы собраны во имя Твое. Мы понимаем в наших сердцах то, что Ты жив. И мы живы также навечно из-за Тебя. Мы благодарим Тебя и благослови каждого здесь, кто пришел с разных мест нашей страны и также со всего мира на этот замечательный и великий праздник церкви. Мы празднуем то, что Ты сделал, и мы знаем это в наших сердцах. Господь, мы молимся, чтобы мы достигали других людей, которые не верят. другие, также люди, и соседи наши, люди, с которыми мы работаем. Кампусы университетов, и также тюрьмы, и дома престарелых. Также и на улицах. И чтобы люди услышали слово, то, что Ты жив. Ты жив. Спасибо, Господь Бог. Послужи нашим сердцам сегодня, нашим семьям, семьям, которые потеряли своих любимых при разрушении моста. Молимся за наш город, штат и страну. И чтобы мы обратились к Тебе, обратились к Тебе и нашли Тебя. И во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, откройте со мной, пожалуйста, Марка, 15 главу. И посмотрите на этот стих, о котором мы говорим. Воскрешение Христа и множество других отрывков. И концерт, который мы смотрели на этой неделе, был необыкновенен во всем. И содержимое его было из Луки, 24 главы. И руководство Ли, и всех актеров, и актрис, и также музыки, группа живой музыки, и также посещаемость. Зал был полон каждый вечер. И также вчера днем. И далее обращение и приглашение людей поверить. И как много людей пришли вот сюда, приняли советы нашего и Библию в подарок. И я так благодарен за то, что эта церковь сделала на этой неделе прошедшей. И то, что в наших сердцах. Одна из причин, причин путей нашей жизни, и об этом написано здесь. И в какой-то степени это загадочно для нас. Марка, 15 глава, 33 стих. В шестом же часу настала тьма во всей земле, и продолжалась до часа девятого. И если перевести на наше время. Итак, вот полдень. Иисус был на кресте в девять часов приблизительно. Он был под испытанием в шесть утра. И в девять он уже на кресте. И находился там до трех. И в полдень становится очень темно. Над всей землей. До девятого часа. И до девятого часа это три часа дня. И для римлян и языческого мира тьма, которая пришла на землю, являлась знаком. Послание для них. И возможно было даже большее значение в этом. То, что грехи мира на Христе, когда он висит на кресте. В девятом часу продолжим читать. Возопил Иисус громким голосом. Илои, Илои, ла масса вах фани. Что значит, Боже мой, Боже мой. Для чего ты меня оставил? И это цитата из Псалма 41. И некоторые из нас задавались бы вопросом, почему Иисус думает, что Бог оставил его. Потому что в каком-то смысле Бог оставил его. Но Иисус не в неверии, потому что в Псалме 21-4 стихе сказано, и эта мысль продолжается. На тебя уповали отцы наши в пустыне. И даже Иисус, который знает историю, и то, что иудеи были, находились в пустыне и были в неверии. Но среди них были двое, которые верили. И как же их звали? Халев и Иисус Навин. Отцы доверились тебе в пустыне. Итак, Иисус Христос на кресте, и наступает тьма. И Иисус, Он в вере. И почему это важно, то, что Иисус верит? Потому что это неверие – суть греха. И Христос никогда не согрешил. Итак, Он умирает в вере. Он погибает проклятым. Проклят всякий, висящий на древе. Галатам 3.10. И также книга второзакония. Он висит на древе, осужденный за грехи наши. И тьма над землею. И даже более сказано, что некоторые стоявших тут, услышав, говорили. Вот Он Илью зовет. И это стих 35 и далее 36. Я прочитаю также до 38. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря. Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его. И Иисус же возгласил громким голосом и испустил дух. В Евангелии от Иоанна, и это четыре Евангелия, у которых есть части, и если сложить их вместе, мы видим и историю. Иоанн говорит, что Он воззвал совершилось. Совершилось. И испустил дух. И вот часть, которую я бы хотел, чтобы мы увидели. Стих. И завеса в храме разорвалась надвое сверху дониза. И это было знаком для иудеев. Тьма была знаком для простого народа. Но тут нечто большее. Откройте со мной, Матфея, 27 главу, 50 стих. 50 стих. И Иисус же опять воззабив громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу. И земля потряслась. И камни расселись. Мы были там, в Израиле. Мы были в соборе, который построен над этим камнем, который назван Голгоф. Итак, в камне этом была трещина. И вы можете спуститься вниз и видеть, где она. И предположительно, землетрясение раскололо камень. И это впечатляет. Итак, есть сотрясение, и была тьма, и вот трясется земля. Земля потряслась. Происходит землетрясение. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И это увлекательный отрывок, не так ли? То, что гробы отверзлись, и мертвые оживали, и они вошли в город. Посмотрите в 53 стих. «И выйдя из гробов, по воскресенье его вошли во святой град, и явились многие». Как бы это повлияло на население в целом? Что думаете? Я имею в виду серьезно. Это забавно, я знаю, но просто представьте. Если мертвый человек оживет и войдет в город, и люди бы видели этого. Вы видели? Вы слышали? Что же произошло? Что произошло сегодня? Почему темнота была? Почему землетрясение случилось? И иудеи сказали, что завеса в храме разорвалась сверху донизу. И как же это произошло? Землетрясение ли порвало завесу? Что же произошло? И послание ли это к нам? Что это означает? Итак, это объективное писание, которое написано для нашего объективного понимания. И некто может сказать, «Да я не верю. Я понимаю субъективно, что у тебя не было опыта, или ты не ощущаешь, или ты не заинтересован. Но объективно такова запись. И для нас, как верующих, мы введены в понимание с объективным материалом. И пустая гробница — это очень объективно. они никогда не обнаружили тело, не могли объяснить, или их объяснения не были столь значимы. Происхождение христианства в первом веке, или то, что произошло в этот день, и что же это означает? И позвольте мне объяснить нечто. Итак, завеса, она очень важна в иудаизме, потому что иудаизм — все лишь об этом. Бог существует, и Он свят. Человек также существует, и человек не свят. Он грешен. Бог свят, а человек нет. И так они отделены. Когда они пришли в храм поклониться Богу, не всякий мог прийти туда. Нужно быть кем-то из родословной колена левина, и от семьи Ааронова, которую призвали. Бог призвал Аарона. И затем ему нужно было носить определенные одежды и аромат. И затем он мог ходить туда на определенный день, в день искупления. Он не мог ни с чем обойти, но лишь с кровью. И вот иудаизм. И это важно для нас. Потому что если это история иудейского народа, и они вышли из Египта и основали этот подход к Богу. И, кстати говоря, в вашей Библии есть определенные книги, и первые три. Бытие – это книга начала. Исход – это книга их избавления из Египта. И книга Левит – это суть книга святости. «Начало рождения как нации», как бы говоря, «и выход из Египта, и затем быть народом Божиим». И Господь святой, а они – грешный народ. И все мы. И так была завеса. Завеса была очень плотной. Шириной рук у человека, и мы это понимаем с помощью историка, который написал, что завеса была настолько тяжелой, была 18 метров в длину, 9 метров в ширину, и ширина человеческой руки, покрытая тканным материалом, была настолько тяжелой, также, что завесу приходилось поднимать с помощью механизма. Она была столь плотная. Она была там. И сначала у нас был храм Соломона, и затем Ирод построил, как дар для иудеев, другой храм. И также был храм Агея, и храм Зарававель, и затем храм Ирода. Итак, завеса, которая разорвалась, когда Иисус умер, была завесой в храме Ирода. И этот разрыв обладал огромным значением, потому что это произошло одновременно с моментом, когда Иисус умер. В момент, когда Он умер, эта завеса, которая отделяла нас от Бога, была разорвана на части, сверху донизу. И это имеет глубокое значение для нас. И это из Ефесянам 2 главы. Если откройте со мной, прочтем, пожалуйста. Иисус умер. убив вражду на Нем. Посредством креста мы примирились с Богом. Мы были некогда враги Богу, но Он отбросил вражду, та, которая была противоположна Богу. Вражда, которая стоит между нами и Богом, это наша греховная природа. И когда Он был распят, наша греховная природа была распята с Ним. И Он отбросил вражду между нами, открыл для нас, Он открыл для нас, чтобы мы имели доступ к Богу. Прочтите стих 18. «Потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Итак, кто же эти и те и другие? Это оба иудеи и язычники. Римский сотник, который был там, и в отрывке сказано «Истина» — это Сын Божий. «И сказано Матвею, что не только сотник, но и другие с Ним сказали это». Он голосом сказал, но они все согласились, кто был с Ним. И была тьма, и они не знали, но завеса разорвалась. Возможно, они не знали, что это произошло в тот момент. И у них есть доступ к Богу. У язычников есть доступ к Богу через Иисуса. Язычник примирился с Богом, иудей примирился с Богом. Завеса разорвалась. Но также и у этого есть другое значение. То, что иудейская система религии также исчезла в понимании того, как она предоставлялась ортодоксальным иудеям. Чтобы он мог достичь Бога с помощью своих заслуг или посредством своей праведности или по своей святости. И все мы понимаем и нам должно, что у нас нет праведности в самих нас. Она должна быть вменена нам. Вменена – это означает, что это слово, оно занесено на ваш счет. Это означает, что оно дано вам. Это словно куртка. Вы не можете войти без нее в загородный клуб без куртки. И вот у пастора Юджина, у него нету, а вот он плохой, у него есть куртка. Итак, это означает, что праведность этого человека… Итак, если взять две части. Первая – это жизнь, которую он жил каждый день на протяжении 33 лет. И это жизнь, которую вы должны были жить, вот как вам должно было прожить. Вы также должны быть совершенно. Вы и я должны были быть без греха. Нам должно было быть в общении с Богом, с природой Бога, но Иисус прожил таким образом. Он прожил жизнь, которую нам надо было жить, и затем Он умирает смертью, которой нам должно было бы умереть. И это должны быть вы и я, внося плату за наш грех. Но Господь вменил в нас. Он даровал нам свою праведность. Праведность Христа, которая дарована нам законно. И она ваша. Если бы была бы запись в вашей жизни, была бы она вот такой. Вы праведный муж или вы праведная дама. Вы не платите за ваш грех. Иисус оплатил. Вы не платите за грехи ваши. Итак, вменение и дар оправдания – это теологическое слово к этому. Оправдание – это означает, что вы законным образом провозглашены быть праведным человеком в записи Бога. И вы можете сказать, да это несправедливо. И вы правы. Это не так. Вот что справедливо. То, что произошло вот здесь. Это суть плата за грех наш. Вот что Господь говорит. Я оплатил, я справедлив, я праведен. Я оплатил за твой грех. И теперь я могу даровать тебе благодать. И это несправедливо. Ты прощен. У тебя есть доступ к Богу также. У тебя есть субъективный опыт как у верующего. Но у тебя есть также доступ к Богу. И давайте прочтем. Вторая глава. Восемнадцатый стих. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. И одна из интересных вещей, как христианство начиналось с очень малого количества людей, которые веровали во Христа. Малое количество в начале. Сравнивая с численностью Римской империи, где было около 65 миллионов человек. И было несколько тысяч, тысяч, которые были верующие в Иерусалиме. И спустя 300 лет более чем половина Римской империи обратились от язычества, обратились к вере. И затем Римская империя стала христианской со временем. Номинально. Конечно же, Господь знает, кто его, но я хочу сказать нечто. Это была слабой верой. Было слабым. Не было ни меча, ни денег, ни политики. Нет империи, нет силы. И это совсем другой царь. Это абсолютно другое движение. Это нечто духовное. Это нечто, где у вас есть доступ к живому Богу. И это основано на нечто объективном. Это суть Писания и пустая гробница, и разорванная завеса. Разорванная завеса означает нечто для нас. Означает, что у нас есть доступ к Богу. И также означает, как пастор Шибели сказал, цитируя Римлянам 8, «Мы больше, чем победители». Хорошо. И давайте откроем еще один отрывок. Евреям, глава 8. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел Одесную престолу величия на небесах. Многие христиане не знают, что означает первосвященник. Но у нас есть один, который на небесах, по правую руку Отца. Он есть священно действователь святилища. На земле и это Скинии истины, которые воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые услушат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению Скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он Ходатая Завета, который утвержден на лучших обетованиях. И вам, может быть, сложно проследить за этим всем, но вот значение это. Итак, было две Скинии. И в отрывке, который мы прочитали, он ссылается на земной, иудейский, в том, в котором завеса разорвалась, была Скиния или храма, та, которая существовала на земле. И там были священники, которые ливии на священники, они были от колена ливии на. Но сейчас у нас есть первосвященник, который не от ливии на, потому что Иисус был не от колена ливии на, а от колена и ума. У нас есть первосвященник, который от Милхиседека, евреем седьмой. Он другой священник, у которого нет ни начала, ни начала дней, ни конца жизни. Он священник, который правит вечно. Он от другого порядка, а он другой. Знаете, когда мы встречаемся с трагедией, которая случилась с разрушением моста здесь, в Балтиморе, и у нас было множество мыслей по этому поводу. И в каком-то смысле у нас завеса. Мост лежит в воде, потерянные жизни. И трагедия этого подобна завесе, честно говоря. Подобна такому барьеру, который наносит нам боль. и мы страдаем. И смерть такова. Она подобна завесе. Она барьер. И так же и наш грех. И вообще-то и так же и мы, и я сам. Мы как барьер. Мы подобно мосту в воде, разрушенному. Мы в лучшие года наши, и все может быть в порядке, но грядет день, когда смерть стучит в двери. И завеса там. И в каком-то смысле завеса разделяет людей. Завеса отделяла нас от Бога. Завеса — это проблема в самих нас. И так же и обычная вещь в жизни. Я никогда не разговариваю вот с этим человеком. Я не говорю вот с ней. Я держусь подальше вот от них. И вот та или иная вещь опасна. И жизнь полна вот такого рода вещей. И они не все плохие вещи. Закрывай двери, Господь. Захлопни двери и яви мне, но даруй мне открытую дверь к тебе. Взаимоотношения, которые больше смерти, больше трагедии, больше, нежели разочарования, и больше страха, и больше, чем страхи мои. Ну же, Господи, ну же. Жив ли Иисус или нет? Живет ли Он? И значит ли это что-то для нас, то, что Христос жив? И у меня есть некоторые вещи, которые я бы хотел прочесть. Заявления огромного числа людей, исповедующих Христа, удивительно схожие по всему миру, независимо от места и времени и окружения или происхождения. Они подтверждают, что Христос удовлетворяет глубочайшие умственные и духовные потребности людей всех возрастов, рас и национальностей. И мне так это нравится. Потому что наше служение по всему миру. И часто мы едем на конференции и встречаем людей и видим в них тот же самый Дух. Ту же любовь. Тот же доступ к Богу. Живой Бог, который в нас. То, что мы рождены от Бога. Это субъективно. Вы можете сказать сами себе, «Я обманываю себя. Я спасен, я ощущаю себя прекрасно по этому поводу и благодарен, но неужели ли я обманываю себя? Я ли не спасся действительно? Это все нереально, это не истина, и Иисус... Неужели я сам себя обманываю? Пытаюсь ли я поверить и убедить себя в том, что это по-настоящему? Так это вот суть субъективности? Конечно же, мы можем думать так. Но что же с этим делать? Я вам дам несколько полезных советов. Мы возвращаемся к объективной реальности. Мы изучаем ее, прислушиваемся к ней, думаем, размышляем о ней. Произошло ли это? Нет, ничего не произошло, не верю. Это ваш выбор, вы можете так поступить. Но так много людей со всего мира и разного рода предысторий, кто говорит, да это реально. И дух, и их свидетельство, и реальность этого в их жизнях. И у меня есть несколько примеров здесь. Том Лейбри пишет, что святой Августин сказал, «Ты создал нас для себя, Божи, и наши сердца неспокойны, пока они не найдут успокоения в Тебе». И я обнаружил эту истину, когда мне было 33 года. И мой самый разочаровывающий факт в жизни – это то, что я прождал настолько долго, до того, пока не обнаружил общения с Иисусом. Насколько бы была моя жизнь более удивительной, если бы я сделал шаг множествами годами ранее. Также Бобби Ричардсон, игрок в бейсбол, команда Янкис. В мой 10-летний период игры в мяч за Янкис, я принял множество писем от людей с Соединенных Штатов, и многие из них вдохновляют меня в моей работе с молодежью. Поскольку я религиозный человек, некоторые даже добавляют что-то вроде, «Я хотел бы быть похожим на вас, но, наверное, я бы просто немного другой. Я пробовал религию, но она мне не подходит». Нет, религия не работает и никогда не будет работать. Люди пытались использовать множество различных религий. Некоторые из них даже называются христианскими религиями. Если я заставлю людей думать, что религия или праведная жизнь приносит мир и вечную жизнь, это будет лицемерие. Все, что я действительно могу предложить другим, это живой Спаситель, Иисус Христос. И познание Его – это реальность. Только Он предлагает един спасение, а не какая-либо религиозная система. Истинное христианство – это не бегство о действительности и не способ добрыми делами проложить себе путь на небеса, но общение с живым человеком Иисусом Христом. Слово Божие говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас самих, но как дар Божий, не от дел, которыми кто-либо должен хвалиться». И, кстати говоря, мы можем поехать в Индию, и мы были там, и мы видели людей из Индии. Мы можем поехать в Китай и услышать это от китайцев. Что? Да, я нашел Иисуса. Иисус реален. Что? Откуда ты знаешь, что ты нашел Его? У меня покой. У меня любовь в сердце. Я ненавижу людей. Я нашел Христа. У меня было ожесточение в отношении моей мамы. Я ненавидел соседа моего. Я был зол на начальника своего, и все эти истории, они как всеобщие, они происходят в жизни. Но мы обнаружили, что завеса разорвалась. То, что китаец может быть там в самом присутствии всемогущего Бога, и даровано Ему то, что было во Христе, ту же любовь, того же Духа, то же имя, имя Бога. Такое же предназначение, такую же мудрость и понимание. И вот Никки Круз, лидер банд. И это отрывок из его автобиографии. Вилкинсон говорил снова, говорил снова. Он сказал что-то о покаянии в свои греха. Я находился под воздействием силы в миллион раз сильнее любого наркотика. Я не отвечал за свои движения, действия и слова. И казалось, что я попал в бурный поток бушующей реки. Я был бессилен, сопротивлялся. Я не понимал, что происходит внутри меня. И я знал только, что страх ушел прочь. Уилкинсон снова заговорил, говоря, «Иисус здесь, Он в этой комнате, Он пришел специально для вас. И если вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, сейчас самое время». И затем он закричал с властью, «Встаньте!» Те, кто примет Иисуса и изменится, «Встаньте!» «Выходите вперед!» И я почувствовал и увидел, как парнишка Израиль встал на ноги и сказал, «Ребята, я поднимаюсь, кто со мной?» И он рассказал это Банди. И я был на ногах, Никит Круз, повернулся к Банди и махнул им рукой и сказал, «Пойдем!» Произошло спонтанное движение из кресел вперед, и откликнулись более 25. И также за нами откликнулись около 30 ребят из другой банды. И я хотел быть последователем Иисуса Христа. Я был счастлив и плакал. И в моей жизни происходило нечто, что я совершенно не мог контролировать. Я был этому так рад. Итак, вот тема. Когда Иисус умер, и мы были врагами Богу, но в момент, когда Он умер, завеса разорвалась. Это означает, что Никит Круз, Бобби Ричардсон, и кто угодно в Индии, любой атеист, любой мусульманин или хиндуй, кто угодно, язычник, римский воин, кто угодно имеет доступ к Богу из-за Него. И последнее. Многие из вас говорят, у меня было такое, или я желаю этого, или я желаю больше этого в своей жизни. Я хочу этого больше. Я хочу Иисуса больше в своей жизни. Я просто хочу сказать несколько вещей об этом. Каждый пастор здесь, и все мы, и работу, которую мы совершаем, для того, чтобы все мы познавали Иисуса еще больше и больше. Знать Его в нашей практической жизни. Вся суть вот этого всего. Так что, ну, давай же, ну. Иисус, если Он воскрес, так что же это означает для нас? Могу ли я любить свою жену? Могу ли я прощать врагов своих? Могу ли я взращивать детей своих? Могу ли я быть добрым, терпеливым? Могу ли я быть любящим? Могу ли я быть тем, кто молится? Могу ли я быть тихим, смиренным, сильным? Могу ли я быть вовлечен в правильный путь, высший путь? Могу ли я быть энергичен? Могу ли я быть живым, как Христос был и есть в Евангелиях? Итак, вот несколько вещей. Первое. Не усложняйте. Просто будьте сильны в благодати. Я не заслужил этого, но я прихожу. Я пред Тобой, Господь. Даруй мне благодать. Я силен в благодати. Не усложняйте. Приходите к Богу каждый день в вере вашей и в сердце вашем. Верьте и доверяйте Ему. Второе. Пусть у вас будет жизнь в Писании. Позвольте Писанию говорить с вами. И это отрывки, которые подговорят к вашим сердцам, чтобы помочь в вашей жизни. Действительно. Они помогут вам. Они обучат вас смирению. Они обучат вас любви, вере. И у вас есть Писание. И просто будьте долго терпеливы в этом. Ходите по вере. Господь с вами во всем, во всем, что вы делаете. Каждое утро вы просыпаетесь, и где бы вы ни находились, Господь там с вами. И у Него есть нечто большее, нежели разрушенный мост, или разбитое сердце, или разрушенная жизнь. У Него есть нечто большее для вас. Завеса разорвалась. Вы во святом присутствии живого Бога. И это оказывает влияние на ваше сердце и на вашу жизнь. И третий – это молитва. Пусть у вас будет простая жизнь веры. Молитесь в машине, молитесь ночью, с утра. Молитесь кратко или длинно, как угодно. Молитва – это не система какая-то, и сложно объяснить, но вы найдете Духа Святого, молящегося в вас. И у вас будет покой и рвение в молитве, в терпении. И ходите таким образом. И со временем вы скажете, «Я живу жизнь. И я могу сказать, что она несовершенная. Иногда она не очень-то. Иногда она довольно плоха. Но то, что сделал Иисус, гораздо больше, чем кто-либо может сделать. То, что Он сделал, гораздо больше, чем мы можем сделать. И давайте примем это. Ну же, примем. Со всем нашим принятием. Давайте жить в этом. И пусть будет церковь в вашей жизни. И эта церковь для многих из вас. Пусть будет церковь в вашей жизни. Будьте терпеливы, ходите в вере. Потому что завеса разорвалась так, что мы с вами живем жизнь в духе и благодати, которую бы мы не жили без того, что сделал Он. Если бы мы жили без этого, ваша жизнь была бы не столь хороша. Поверьте мне, если бы вы жили без этого, ваша жизнь не была бы такой. Но когда вы готовы, приходите. Примите это как образ жизни. Хорошо? Аминь. Помолитесь со мной. Господь Иисус, спасибо, что проговорил к сердцам нашим. Мы голодны по этому. Мы верим, что это есть. Ты сказал это. И многие братья и сестры сквозь историю также это утвердили. Они сказали то же самое. Мы верим это и принимаем это в нашей жизни. Спасибо тебе. Может быть, кто-то слушает эту проповедь и еще не начал свою христианскую жизнь. И какой же это замечательный день, чтобы начать ее? Пасхальное воскресенье. Празднование воскресенья и разорванные завесы. Воскрешение людей, которые ходили по городу. Представьте. Давай понять, что это была не просто смерть. Придите к Иисусу сегодня в сердце ваше и скажите Ему, «Я доверяю Тебе». Сделай это, Господь, Бог, в этой комнате и в ней, и по всему миру, и все года, которые мы жили. Вести людей к Тебе и верить в Тебя. И во имя Иисуса мы молимся. Аминь.